Ну, во-первых, если мы говорим о Владимире Владимировиче, то он из Единой России вышел. Теперь фактически вопрос стоит о другом. Естественно, раз он из нее вышел, то не очень уместно использовать его образ для агитационных мероприятий. Понятно. То есть он отдалился от него. Он возглавляет Народный фронт, и это не случайно. Давайте ответим на вопрос, почему произошли эти процессы. Я, как человек, который участвовал в учреждении еще блока «Единство медведь», то есть про Единую Россию еще, могу сказать, что она сильно поменялась. Из семи учредителей осталось двое, пять было зачищены. Те партии, с которыми «Единая Россия» вступала в политическую войну фактически, то есть на выборы шли против них, и в том числе партии, которые шли против Путина, они теперь внутри «Единой России». То есть, скажем так, от той «Единой России», которая создавалась еще в 1999 году, остались рожки до ножки. Может, 5-10%. И, естественно, для того, чтобы мы вернули «Единой России» какую-то, как говорится, массовую общественную поддержку, которую она имела ранее, это надо возвращать ее идеологию. А какова была идеология «Единой России» при ее создании? От чего отступили? Отступили от принципов, что Россия нуждается в серьезном укреплении суверенитета. Напоминаю, что «Единая Россия» создавалась во время Чеченской войны, когда вопросы суверенитета были военными вопросами, не просто поговорить на кухнях, а реально военными вопросами, жить или умереть. И вот к этим истокам и надо возвращать. И я хотел бы сказать, что, конечно, меня в целом не устраивает политическое пространство в России, потому что все партии не вполне работают на страну. Они все не выстраивают свою логику, исходя из главных приоритетов страны. А главные приоритеты — это наладить жизнь по законам, которые выработаны нашими отцами, дедами и прадедами. Вот именно эти законы для нас наиболее приемлемы. Когда у нас все политические системы то берут из Голландии, то из Америки, то из Англии, в результате получается хуже, потому что то, что хорошо для немца, то нехорошо для русского. И наоборот, это истина. Значит, надо возвращаться к своим принципам. А это и есть принципы суверенитета, о которых Путин и говорил. А дальше идет прямо по пунктам формирования национальных элит, которых нет, национального капитала, национальной банковской системы. И вот слово «национальное» добавляйте ко всем аспектам нашей жизни, и вы получаете ту новую Россию, старую новую Россию, к которой мы все стремимся, и которая комфортна для каждого человека. Субтитры создавал DimaTorzok